всем привет с вами как всегда дезертируя рад вас приветствовать ну что же давайте я думаю начнем вы надеюсь не против и поехали скорее всего так что у нас здесь можно выбрать давайте тогда дальше сколько есть аккуратно не задев отлично у нас получилось если вы помните предыдущая миссия была исследовательской и теперь мне надо решить куда мне плыть я могу плыть на задание и потом охота на тремплиеров либо я могу поплыть что вот что вот это вот такое видимо это еще один это просто остров ладно неважно в общем это какая-то часть моря которая у меня не исследования давайте выполним сначала охота на тремплиеров там срок порой интересных заданий пропускать я их не хочу тем более у нас мощный хороший корабль если вдруг придется на море воевать можно спокойно вот такие корабли убиваем залпом с передних пушек и к сожалению помню как они называются но знаю то что они стреляют двумя привязанными цепями ядрами такая интересная штука которая может спокойно сбивать матч это например использовалась в основном как раз для таких целей хотя они пробивали в принципе пропускать плохо потому что очень большой крутящий момент был уйти хедер так смотрим почему подплываем к острову интересно припарковаться наверно дадут уже километр остался чуть-чуть потихоньку собираем там еще грузы которые помимо видим там какой-то красивый остров впереди вырисовывается кстати я вижу что здесь мель не так называемая не был в идеале и а плыть что корабль спустит брамселя и бомбрамселя удачной позиции готовится хорошо родить нас им не устоять по моему это был пират и по ветру полина печально то что вот они например могут там проплыть а мы не гранаты убрать быстро хороший залп нам поможет папа эй они нас таки похвозили ладно заплываем в гавань своеобразную знаю как назвать получше теперь мы можем фактически безнаказанного такие вот набеги на мелкие корабли устраивать потому что у нас очень мощные борта не последний конечно тоже того стоит и поэтому можем спокойно это делать так мне больше интересно что у нас вот здесь вот вот на гиддом размачка так отпускаем идем смотреть что же у нас там такое интересное капитан за бортом да я в курсе чувак посмотрим что у нас есть веселого в точке обзора сундуки фрагменты тайны тайны здесь две прикольные здесь бобры бобры это классно итак ассасин тайна охота на туфлиеров опиа или опиа не знаю вау опиа эй полегче ладно думал вам надо помочь мне что тебе от меня надо я видел ваше имя на карте что я продал тамплиером по ошибке все ошибаются конечно ванзить нож в спину и прикинуться героем я буду откровенен я тоже ищу ключ может я помогу вам а вы отдадите ключ если найдется а вы оскорблены ясно мы вызовем тебя на состязание собери больше шкур чем мы и победишь легко идем идем хм это не честно она уже начала собирать так я не вижу пока ни одного бобра у нее уже одна шкура где мать его животные все серьезно куда я не верюсь а видимо нам туда ну или так отсюда я достану отлично тебе повезло сфига ли ты мне повезло это моя добыча была лол девушку о кстати давайте тайну посмотрим заодно повзаимодействуем-ка с тайной крабики он там на заднем плане так что же это полностью отдавшись своему видению я не заметил как под дверь моей спальни сунул сунули конверт то было письмо и вот что в нем говорилось дорандой сэр наш нижайший прошу прощения за беспокойство каково должно быть вызвали мои настойчивые расспросы но вы точная копия человека которого я и мои товарищи давно пытались разыскать уделите мне немного времени и я все объясню ваш друг лауреана торос в ту ночь я долго размышлял о всем послании гадая что же могли значить слова точная копия и к чему вся эта таинственность я не столько часов я несколько часов расхаживал из угла в угол и уже было собрался тихо выскользнуть из спальни как вдруг снаружи послужил сооружение и пистолетные выстрелы словно вдруг началась война и очутился в центре ее невинным свидетелем я рухнул на колено спрятался за кроватью подальше от окна и зажмурился но тут меня откликнули из двери мистер Кэван я поднял голову и моим глазам явилась жуткая фигура в капюшоне и одетые цвета темной охры человек поднес губам какую-то трубку и дунул меня кольнуло что-то в шею словно укус москита и я хотел был выразить свое возмущение как вдруг волна усталости охватила меня и я тотчас уснул что-то у меня много в последнее время стало ошибок ладно итак у нас охота надо об этом не забывать она за нами следует где-то сверху сундук но об этом потом это не так интересно так ищем добычу так не честно эй первый добегай это будет стимулом ну да на самом деле так действительно не честно она следует за мной ну я понял суть мы должны ты ты явно не рожден для охоты а ты типа рождена да и готово быстрее снимаем шкуру так она побежит скорее всего к дальнему тому может быть а может и нет остальное все потом с чего ты взял что выиграешь с того что я ассасин ну на самом деле я никакой ни хрена не ассасин где где животное вижу не вижу icht да а тогда почему я уже собрал блин я столько же сколько она собрал еще минус 1 и давайте о белый ягуар неплохо ты сумел проявить себя мы примем помощь какую фрегаты И что, там есть что-то, кроме рыбы? Нет, это темплиеры. Корабли, белая кожа, транспорт и пропуск. Жди на большом каймане, узнаем, в чем дело. Ну окей, интересная миссия. Хотя, честно говоря, напрягает немножко бегать за животными, и охота на них как-то... ...опечаливает, что ли. Ладно, не столь страшно. Мы можем, кстати, этого ягуара снять с него шкуру. Шкура белого ягуара. И быстро обследовать остров на различные мини-тайночки и прочее. Так, надо понять, чтобы забраться на большое дерево. Потому что, видимо, это будет не так просто, как мне кажется, да. Ну да. Эу, я имел в виду залезть на ствол, а не спрыгнуть с него. Может, это будет и проще, чем мне кажется. И... А, точно. Взяли. Это хорошо, это круто, это классно, мне это нравится. Так, дальше следующее наше задание, это попытаться взять вон... Вот он, фигню. Будет сложнее, чем мне кажется. Хотя, может, и нет, может, я опять ошибаюсь, но... Надо подумать. В любом случае, надо подумать. И давайте-то обследуем вот тот вот... ...кусок корабля, чтобы... ...у нас была возможность убить остров. Надеюсь, мы это сделаем довольно быстро. Не хочу тратить много времени на это. Так. Отлично. И синхронизация. Супер. Так, заодно посмотрим, где оставшиеся две тайны. Они должны быть... Одна из них рядом, это карты. И нам еще, кстати, наверх, смотрите-ка. Что интересно. Там вот, над нами. Не обследовал бы, даже не увидел. Синхронизация достигнута. Фрагменты анимеса взяты почти все, за исключением того, который наверху. А как его взять, я, наверное, попробую это сделать. Сейчас... Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, украсть. Осмотреть. Не свести, денег не будет. Так, какая-то карта с мостом и координатой. Ладно, по этим всем местам мы пройдемся. На данный момент у нас есть сундук еще. Вот тут. Вон он, я его даже вижу. И самое последнее, и, собственно, самое сложное, это взять вот тот сундук и тот фрагмент анимуса. Потому что я не особо желаю возвращаться на такие острова и добирать там уже по чуть-чуть. Вы поняли, о чем я. Так. Украсть. Готово. Сребряная вилка. Какая-то еще что-то. В общем, нам потихоньку дают заработать. Но это настолько потихоньку, что оно просто практически бесполезно. Так. Чего же я не вижу? Чего же я не замечу? Потому что именно об этом я думаю. Потому что если я чего-то не вижу и не замечаю, значит я не могу туда забраться. Может. Воу-воу-воу. Это как это? Кто это? Что это? Ага. Ну, зато я примерно понял, как туда забраться. Так не сюда. Вот сюда. Да не спрыгивай ты. Что ж ты так... Вот. Отлично. Все. Давайте будем более просто аккуратно. Постараемся хотя бы. Отлично. Вот я и забрался сюда. Сюда. Можно украсть. Там какой-то скелет лежит. Даже в веревке. Видимо, он затащил сюда... Этот сундук по веревке. В общем, тоже прикольная такая идея. Ладно. Возвращаемся на наш корабль. Кстати, выглядит нахрененно. Там реально круто. Какой-то черно-красный. Хотя это больше сине-зеленый какой-то цвет. Ну, я воспринимаю его как черный. Вы приятно думаете, что он черный. Как флаг пиратский. Так, походу, у меня такое ощущение, что за нами... Именно наш корабль сейчас атакует. Да, вот так. Без происшествия? А то, что на наш корабль сейчас напали... Не, не, не слышал, да? Кажется, мы их потеряли. Так, давайте уходим отсюда. Я думаю, нам больше здесь делать нечего. Смотрим, где следующее задание ассасинов. Окей. Вот следующее задание ассасинов. В некотором смысле мне они даже понравились. Я так думаю, что там не только на наш корабль напали. Вот мне еще чем нравится игра ассасин, вот эта последняя, нет тем, что есть еще много рандомных моментов. То есть вот мы стоим, и может вот прямо рядом с нами проехать какой-то пират, напасть на то судно, на которое мы хотим напасть. Ну, то есть пока я такого не видел, но слышал, что такое есть, да? То есть, например, или просто там стоим в гавани, и вдруг там сражение какое-то морское идет между двумя фракциями воюющими. Это круто, на самом деле. Так. Сейчас надо будет выполнить вот эту миссию быстро, и на этом, наверное, закончить. Так, пока поплывем быстрее, 300 метров. Мы можем причалить здесь даже. Там контракт на убийство можно взять еще. Да, это, конечно, не особо сюжетная часть, но, честно говоря, после смерти одного из веселых людей мне пока не очень охота проходить дальше сюжетную миссию, но, возможно, чуть позже я это сделаю. Итак. Охота на тамплиеров опять. Опия. Корабли тамплиеров. Осья, как мы сегодня? Удивлены. Мы думали, ты не сдержишь слово. Скажи мне, почему ты ищешь ключ именно здесь? Он неудержимо притягивает тамплиеров. Если, конечно, это их корабли. Мы не знаем, что тамплиерам здесь нужно. Ведь здесь живут простые рыбаки. Или не такие уж простые. Пойду пройдусь. Может, мы что узнаем. Жопа нашему кораблю, если этот смерч до него доберется. Зачем, какого фига здесь там смерч прямо настолько близко к острову? Ну, представляете, если у нас смерч зачанит? Это ж смерть сра... Ой. Он исчез сразу. Ладно, прогуляемся по острову. Нам надо найти некого Элвина. Как только мы его сообразим найти, мы можем... Опа. Ой, не завидуй. Чего? Я не завидую. Я тебе расписку покажу, если хочешь. Помощник синьориты Маркес Варгас сам подписал. Ты не обращай внимание на меня, чувак. Я с этим, ребят. Я тебе расписку покажу, если хочешь. Помощник синьориты Маркес Варгас сам подписал. Она в его доме устроила штаб. Я даже видел ее, когда рыбу привозил. О, дождик закончился. Слышал? Элвин теперь почти благородный. Ха, благородный рыбак. Ну да. Ха! Благородный рыбак. Ха! Ха! Да хватит от меня уходить. Задание выполнено. Оно было очень быстрым. И я даже не ожидал, что он столько быстро. Тем не менее, почему-то вот здесь вот запретная зона. Не могу понять, с чем это связано. Ну окей. Кстати. Стопроцентов ведь снизу хундук. Ого. Как я иду. Так непонятно, где здесь охрана. И нужна ли она здесь. Сколько? 200. Да ладно, я не столько известен. Ну и собственно, я думаю, на этой прекрасной ноте мы можем и закончить. Всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, вам понравилось. С вами был, как всегда, Дезертир. И это был, как всегда, Assassin's Creed. Всем удачи!